Я заявляю для тех, кто смотрит, будут смотреть эту информацию. Господин Турчинов, господин Яценюк, господин Тегнебок и же с ними. Я это заявляю открыто и достоверно знаю, что это проплаченные агенты Центрального разведуправления США. Кроме того, господин Яценюк является первым заместителем главы масонской ложи в Украине. А главой масонской ложи, если кому-то неизвестно, является господин Пинчук. И все вот эти вот обманы, которые производились, и все команды. Господин Янукович, это просто марионетка в руках господина Пинчука, Учма и Кравчука. Они же его и продали. Они же ему давали команды не то пускай Беркут, то не пускай Беркут, то пусть штурмуют, то пусть не штурмуют. А потом, когда людям в конце концов было разрешено взять оружие в руки, их подло предали. В первую очередь это дело рук господина Кравчука и господина Кушмова. Это их дело. Потому что мало кому известно, что господина Кушму после победы, так называемой победы, помаранчевой революции, не тронули благодаря господину Пинчуку. Американцы вернули ему деньги, то есть сняли арест его с счетов, и он себе спокойно живет. А то, что после того, как продали господина Януковича, я не говорю, что он хороший, я не его поклонник. Он не женщина, чтобы я его любил или ненавидел. Но он был во многом неправ, хотя он действительно остается легитимным президентом. Хотим мы этого или не хотим. Хотят этого бандерологи вонючие или не хотят. Мне уже надоело слушать, выслушивать, оскорблять человека, любое можно. Но прежде всего надо разобраться, что побудило, какова причина. Ведь мало кто знает, что основной беспредел творил господин Ахметов Ренат Леонидович. Господин Коломойский, глава Всемирного еврейского конгресса. Господин Фирташ и же с ними. Все вот эти олигархи. Вначале это выглядело, как обычно, два клана дрались за кормушку, как было в 2005 году. А теперь это просто прямая оккупация Соединенными Штатами Украины через подставных лиц. Я этого не боюсь, мне бояться нечего. У меня слава Богу. Хватит сил за себя постоять. Но вот супруга моя осталась там. И не только супруга. Есть очень много людей, которые хотят припунуть к России. Очень много людей хотят просто помощи от России, чтобы очистить Святую Русь от нашествия красно-коричневого чумы и американских сионистов. Я не антисемит. Спасибо. Я интернационалист. Я человек, воспитанный в духе советского интернационализма. Но пусть люди не путают. Я к простым евреям никакой ненависти не испытываю. Они ни в чем не виноваты. Они также терпят от своих магнатов, так называемых ортодоксальных иудейских организаций, хасидов. В частности, организации Хаббат, которая правит всем этим черным пиром. Так что пусть не обвиняет меня никто в антисемитизме. Но в конце концов, я могу сказать, как в Одессе говорят, кто такие семиты, кто такие антисемиты. Вам известно? Нет. Семиты – это те, кто пьет до семи, а антисемиты, которые после семи. Так говорят в Одессе. Я люблю одесский юмор. Настоящий, старый одесский юмор. Но я ненавижу того, что творят. Вот представьте себе сцена на Майдане. Стоят представители греко-католической церкви. Стоят представители так называемой автокефальной, самосвятой, которые во время войны ходили и показывали немцам у этих в семье на фронте дети, у этих в партизанах и т.д. и т.п. Так же самые представители так называемого лжепатриархата киевского, которого не признал даже в свое время Папа Римский. Во главе с господином Михаилом Денисенко, который себя до сих пор называют почему-то филаретом. А он анафеме предан за клятву преступления и за многие другие грехи перед церковью Матери. Сейчас он пытается, уже вступил в тайный сговор с правым сектором, в частности, с такой фашистской организацией, как «Свобода» – это ширм. Настоящее ее название – это социально-националистическая партия Украины. Это чтобы все знали. «Свобода» – это просто они поняли, что они не смогут выйти на политическую арену, что они будут идти под своей истинной вывеской. Потом они вынесли закон. Есть такой депутат Бригинец, по-моему, я не помню, не силен в этих названиях, но я знаю, что это 100%. Что законопроект о запрещении московского патриархата, запрет русского языка на Украине вплоть до уголовного преследования – это все дело рук ультраправых при поддержке американских фашистов, скажем так. Иначе я их не могу нецелять. Мирового империализа. Вот и все. Может, я не так, я не мастер говорить, но просто у меня уже наболело. Еще раз повторюсь, это звучит банально. Спасибо вам большое. Спасибо.